Всем привет еще раз. Иногда темы, которые я хочу донести, они связаны с тем, что я получаю на какие фидбэки, обратную связь я получаю от своих студентов. Для меня это очень важно и какие-то идеи я пытаюсь уже потом донести до всех. И вот одна из тем сегодняшнего класса, она была озвучена одной из моих учениц. Она сказала, что у меня там болит какая-то часть тела. И что мне теперь не заниматься, то есть больно. И я сказал, в принципе на эту тему у нас уже много было информации и ссылок от авторитетных для меня учителей. Но, наверное, я тоже чуть добавлю, так как у меня тоже есть какого-то своего опыта, то, что эта тема достаточно интересная, потому что эти болевые ощущения возникают постоянно. То есть практика такая, что очень интенсивная, у кого-то 6 дней, у кого-то чуть меньше, но все равно физической работы очень много. И что-то периодически начинает нас беспокоить, какая-то часть тела. И тут очень есть такая большая, так сказать, проблематика этого вопроса, то, что люди перестают заниматься. Что-то болит, люди на этом как бы заканчивают. Думают, я сейчас подожду, отдохну и все пройдет. Вот, но я не рекомендую такие варианты, да, и опять же вот нашей студентке я сказал, что не надо не заниматься, да, и вопрос как бы не стоит вообще о том, заниматься ли или не заниматься. Вопрос стоит о том, чтобы научиться эти вещи прорабатывать, да, то есть вы начинаете работать с этой болью. И таким образом вы можете ее проработать и таким образом понять себя еще глубже, да, то есть понять себя, свою психику. Вы можете изучить себя более детально, да, то есть что это такое, да, то есть вы, например, можете выйти на другой уровень какого-то осознания, да. Потому что в обычном состоянии это очень сложно делать, да, и любой психолог скажет, что надо выйти из зоны комфорта. Вот, пожалуйста, вам. То есть это, опять же, не садо-мазо, да, то есть бить себя по ноге не надо, но раз такие возникают ситуации, да, то, конечно, это повод вообще задуматься, да, почему они возникают. Конечно же, сюда можно еще притянуть за уши и психосоматику, да, почему это все возникает, то есть можно с этого тоже начать изучать себя, да, посмотреть, к примеру, да, там таблицы есть психосоматические органов тела, частей тела, где написано, какая часть тела, какое психическое состояние. То есть в интернете все это доступно, вот, соответственно, вы можете уже с этим начать работать. Вот, ну и, собственно, сама работа, да, она заключается в очень такой интересной теме. Вообще это самоанализ, да, то есть в йоге и по танжи, в йогу с утра она об этом очень много говорит. Мы еще дойдем до этого, да, то, что есть самоанализ, то есть вы сами себя изучаете. Вот, и когда создаются вот эти вот болевые ощущения, то они, собственно, дают нам возможность понять себя глубже и выйти за какие-то пределы своих каких-то ограничений, возможностей. И как мы выяснили в итоге, да, что это страхи, да, то есть страхи, они преобладают у нас в жизни. И вот, пожалуйста, страх получить какую-то там еще больше травму, еще что-то, вот. Но когда мы, естественно, все это надо делать аккуратно, да, то есть сбавлять темп практики, убирать, может быть, какие-то асаны, какие-то движения. Все это, естественно, индивидуально, это очень важно, и делать надо корректно, да, пока вы не разобрались, да, с этими вопросами, тогда, естественно, нужен какой-то для вас наставник, учитель, который вам это помогает решить. Вот, но что происходит самое интересное? То есть, да, мы изучаем себя, и таким образом просто вы эволюционируете, да, то есть у вас происходит эволюция сознания, то есть максимально быстро, да. Как я сказал, то, что за полтора-два часа вы прорабатываете очень много, вы очень много прорабатываете вещей, да. То есть, если, например, в жизни какие-то эмоции, какие-то состояния болевые, они могут, так сказать, размазаться, да, в течение времени, да, там, даже на полгода, там, на год, да, ну, может, чуть меньше, то вы за одну практику получаете столько информации, ментального процесса, столько болевых каких-то ощущений, да, и вы все это прорабатываете. Представляете, как у вас мозг работает, то есть это вообще максимально хорошая работа, естественно, сознание, оно меняется, меняется. Вы выходите на каждый день, каждый день вы выходите на другой уровень осознания себя, ну, и, конечно, уже окружающего мира. Вот, поэтому очень важно практиковать, да, вот в эти состояния, не пугаться их. Опять же, конечно, надо это делать все осознанно, без сада, маза. Вот, ну, это интересный заход, да, работать с болью, прорабатывать эти вещи и учиться, учиться осознанно прорабатывать, да, выходить уже на новый уровень. Вот, поэтому я говорю, да, что практика при ощущениях боли, она не заканчивается. Это должно быть не страшно, да, а должно быть интересно, то есть это и творческий процесс. Это творческий процесс, вы себя изучаете, знакомитесь с собой еще глубже, да. Вот, ну, и, конечно, сюда все нам такие авторитетные методы для этого, да, для анализа, да. Это, конечно, и Аюрведа, и философия, и астрология, очень важно. Мы еще об этом не раз будем говорить. Вот, и эти все науки, они нам вскрывают нас, наше тело, наше грубое тело, наше тонкое тело, психику, и дают, возможно, какую-то подпорку нам, чтобы мы не ограничивали себя в развитии. Вот, поэтому очень важно при болевых ощущениях не останавливаться, не бояться, а уже с видоизмененной практикой, более щадящий режим. Конечно, сюда и нужно восстанавливающие какие-то методы принимать, применять с точки зрения Аюрведы, питания, да, каких-то видов, может быть, масел, промасливания, суперфудов, добавок, витаминов. То есть в обычном режиме уже двигаться будет невозможно, да, вот, и здесь надо уже это все изучать, изучать самому, да, и для этого есть, собственно, люди, да, которые, опытные люди, которые уже на этом погорели, вот, и могут вам предсказать. Вот, так что болевые ощущения – это не повод заканчивать практику, а повод начать еще глубже изучать себя, как я могу еще. Вот, и тогда вы увидите, это мой личный опыт, как вы просто начинаете прогрессировать не только уже в практике, да, а именно в жизни, да, потому что это все переносится в обычную жизнь, у вас уходят страхи перед какими-то неизвестными вещами, то есть боль, вот этот вот страх, да, одна из самых главных таких эмоций, вы начинаете ее прорабатывать потихонечку. Вот, ну и всем, я думаю, понятно, да, что когда мы избавляемся от этих страхов, мы просто можем больше делать. У нас КПД появляется максимально вообще больше, вот, поэтому давайте начать с этим работать, давайте попробуем. И если возникают болевые ощущения, разбираемся с ними, не боимся, разбираемся и изучаем, меняем практику, меняем поведение свое, осознанно начинаем с этим работать. Так что всем хорошей практики и до новых встреч. Peace.